Доброе утро! В эфире Вести Магнитогорск в студии Галина Кочарова. В ближайшее время в Челябинской области планируется заменить больше 200 лифтов в рамках программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. Всего в регионе около 9 тысяч подъемных устройств в жилом секторе, треть эксплуатируется больше нормативного срока. Так, в этом году запланирован капитальный ремонт почти 150 лифтов в Челябинске, 57 в Магнитогорске и 10 в Миасе. На эти цели планируется направить почти 400 миллионов рублей, но, как пояснил гендиректор регионального оператора Вадим Борисов, в области необходимо ежегодно капитально ремонтировать не менее 350 лифтов, стоимость одного устройства – полтора-два миллиона рублей. На Южном Урале стартовала профилактическая операция «Нелегальный мигрант», которая продлится неделю. Полицейские проверят работодателей, использующих труд иностранных работников на строительных площадках и на сельскохозяйственных предприятиях. Особое внимание будет уделено собственникам жилых помещений, регистрирующих на своей жилплощади иностранцев без гражданства. В Магнитогорске подвели промежуточные итоги весеннего призыва. Ряды вооруженных сил уже пополнили 307 магнитогорцев. Еще 120 ждут отправку в воинские части. По традиции, службу призывники из нашего города будут проходить преимущественно в частях Центрального военного округа в Уральском регионе. Большинство призывников по итогам медкомиссии признаны годными и отнесены к категории «Б». Тех, кого по состоянию здоровья причислили к категории «А», отправят в элитные подразделения воздушно-десантные войска и морскую пехоту. Кроме того, в ходе призывной кампании зафиксировано около 40 случаев уклонения от воинской службы. В военкоматах напоминают, подобное пятно в биографии может стоить должности и карьеры сотрудника любого государственного учреждения. С вынесением решения о том, что призывник уклонялся, материалы готовятся, передаются в следственные отделы для возбуждения уголовного дела по статье 328. В дальнейшем эти граждане не могут занимать должности в государственной службе, в муниципальной службе. Уже есть примеры увольнения таких работников. К тому же у сегодняшних призывников с высшим образованием есть выбор – год службы по призыву или два по контракту. Школа номер 7 теперь будет носить имя Дмитрия Прохоровича Галкина. Он руководил комбинатом с 1973 по 1979 годы, когда предприятие определяло социальную политику города. В это время в правобережной части города активно возводились жилые дома и соцобъекты, в том числе седьмая школа. Она переехала в новое здание на Галиулино из поселка Старая Магнитка. На протяжении многих лет помощь в поддержке школе активно оказывают шефы. Это листопрокатный цех номер 10 Магнитогорского металлургического комбината. Это еще раз подтверждает, что город и комбинат – единое целое. И создание условий для обучения и воспитания детей – дело общее. Школа номер 7 будет с честью и достоинством носить имя Дмитрия Прохоровича Галкина. Известно, что в школе уже собираются создать музей Дмитрия Галкина. Леса не хоккейные, а ученые. В нашем городе торжественно открыли новый экспонат Музея городов Европы и Азии под открытым небом. Уже восьмой по счету и первый на левом берегу. На этот раз картина художников из Сургута украсила стену не жилого дома, а учебного заведения Магнитогорского медицинского колледжа. Отметим, этим летом в Магнитогорске планируют создать еще три подобных монументальных полотна. Далее о погоде. Я же с вами прощаюсь и желаю, чтобы этот день запомнился добрыми вестями. Субтитры предоставил DimaTorzok